Спонсор показа наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Как я сказал, в свое время, в 90-х в России, в конце 90-х, в начале нулевых, она была запрещена в русском переводе, но по той простой причине, что ее применяли именно террористические группировки на постсоветском пространстве в качестве какой-то идеологической книги. Хотя, на самом деле, это все вот такое. Подмена, подмена, подмена всего была. . Что касается корней этой богословской мысли и этих убеждений, то корни – там три момента, три пункта. Первое – имам Ахмад ибд Мхамбал. То есть имам Ахмад ибд Мхамбал – это 164-й, в 164-м году Хиджри он родился, в 241-м году Хиджри он умер. Это известнейшая личность – имам Ахмад ибд Хамбал. Потому что сам Мхаммад ибд Абдул-Вахаб, он следовал, по сути дела, из детства и в тот период. Арабские племена следовали, в основном, вот та местность – ханбалидскому мазхабу. Именно он отталкивался, Мхаммад ибд Абдул-Вахаб, во-первых, от трудов Ахмада ибд Хамбаля, во-вторых, от трудов Ибн Тайми. Ибн Тайми – это 661-й, 728-й годы Хиджры, его годы жизни. И Мхаммад ибд Каим аль-Джаузия. Это уже 691-й, 751-й годы Хиджры. То есть это уже 7 веков назад. Вот эти три ученых, Ахмад ибд Хамбал, ибд Тайми и Мхаммад ибд Каим аль-Джаузия, именно они явились фундаментом для всей богословской школе салафизма. То есть они явились здоровым таким фундаментом. . И как раз работы Мхаммада ибн Абдул-Вахаба, они явились как отголосы, как эхо вот тех мыслей, которые были сформулированы Ахмад ибн Хамбал, ибн Тайми, а потом уже Мхаммад ибн Каим аль-Джаузия. Вот как раз Мхаммад ибн Абдул-Вахаб. Его работы, они явились эхом тех работ. И он уже как бы их перевел, их мысли перевел уже в современную для него действительность, в конкретные действия. Далее, что касается распространения появления, то на начальном этапе в Рияде, потом уже в Мекке и потом уже в Медине постепенно началось распространение мыслей и идеологии и вот этого богословского течения, которое было сформулировано Мхаммад ибн Абдул-Вахаба. И нужно понимать, что он ставил во главу угла именно возрождение мусульманского богословия, возрождение базиса аргументов и, в первую очередь, единобожие, чтобы убрать все языческие наслоения. Но последние тридцать-сорок, может быть, пятьдесят лет – это чуть-чуть другой салифизм. Он пошел, это уже там . Это уже такие идеологи уже последних десятилетий. И нужно понимать, что там уже немножко другой момент пошел, акцент ушел в мелочи, очень здорово ушел. И там такой крен, конечно, был серьезный. То есть все противопоставить другим асхабам, ну, по сути, как бы создать свой до мелочей. Это уже чуть другая действительность. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто там свои нюансы финансирования и уже определенных таких идеологических, в том числе политических интересов. И здесь говорится, потом уже, в последующем, 1730-й примерно год и дальше постепенно. Ну, 1730-й по Григорианскому. Потом Медина и дальше уже через паломников эти идеи начали расходиться по всему миру. Нет, извиняюсь. Здесь идет. И вот как раз некий такой отпечаток из следы. То есть распространение этой такой здоровой, богословской мысли, которая оживила мусульманского богословия мира, оно, в том числе, через паломников начало распространяться по миру. И как раз явилось, как неким таким харакяту ли ислаха. То есть вот оздоровление вообще в мире в целом, в исламском мире именно богословской мысли. Ну, вот это основные моменты. Здесь один абзац я вам процитирую. Он здесь . То есть как выглядит течение саляфитов сегодняшних. Я постарался вам вчера и сегодня объяснить разницу того, что было во времена Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. И, в том числе, приводил пример из того, что было в 90-х, нулевых, на постсоветском пространстве. Что, к сожалению, вот на этой волне саляфизма переросло в таквиризм и в терроризм. То есть это, опять же, из-за нас же самих, из-за недостаточности богословского просвещения. И здесь, к сожалению, начал включаться рычаг административный запретов, 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 ограничений. Хотя, на самом деле, должен был включаться рычаг богословский. То есть развитие богословской мысли. Об этом, в том числе, и президент Путин говорил, конечно, по-моему, еще в 2008-м. И призывал к этому, чтобы мусульманское богословие развивалось. Но, как я вам сказал несколько недель, на самом деле, почему-то никто в этом не заинтересован, никому это не нужно по факту. Ну и пока что все это так. Если люди ответственны, имамы, то они развивают, по крайней мере, себя и свои общины в этих вопросах. Если нет, то, как обычно, все это формальность. И вывешивается табличка традиционный ислам, где научности практически нет, а просто какое-то слепое фанатичное исследование каким-то местным, там, народным или национальным традициям в мусульманском таком обличии. Субтитры создавал DimaTorzok